Здравствуйте! Сегодня у нас Компас 3D и очередная задача, вот такая задача, поставил эту задачу зритель, пользователь Компас Евгений Соловьев. Задача на первый взгляд кажется тривиальной, это создать вот такую или подобную коробочку, у которой есть основание и крышка. Крышка в данном случае она без потолка, но это небольшая условность. Самый главный момент здесь состоит в том, что крышка и основание должны соединяться по специальному стыку, стыку-замочку, такому или чуть более сложному может быть. И стык этот проходит не просто по горизонтальному срезу, а по некоторой траектории, по некоторой кривой, вот такой вот достаточно прихотливой формы стык здесь получается. И надо добиться того, чтобы вдоль этого стыка был вот такой вот, например, замочек реализован. Итак, приступим, насколько это возможно, к реализации этой задачи. Итак, компас. Создаем новую деталь. Даем наименование этой детали в свойствах модели. Мы с вами в ходе реализации этого проекта поставим ряд экспериментов, поэтому у нас будет, наверное, две детальки. Первую мы назовем так, коробочка 1. Пока так. Даем такое наименование. Сохраняем файл в папке проекта. Все результаты нашего проектирования под видео будут находиться, в том числе иллюстрация, которую мы будем периодически рассматривать. Итак, создаем файл детали, коробочка 1. Начнем мы с основания коробочки. Вот с этого вида в плане. Итак, создаем эскиз. Выбираем команду создать эскиз в панели быстрого доступа на плоскости XY. Выбираем плоскость в рабочем поле. Плоскость разворачивается параллельно экрану, а точнее, наша точка наблюдения поворачивается так, чтобы экранчик наш был параллелен этой плоскости XY. Итак, теперь на этой плоскости изображаем контур. Контур будет простой достаточно. Это будет прямоугольник. Изначально прямоугольник мы будем строить по центру и вершине. Указываем центр в начале карты, над и указываем любую точку на диагонали. Теперь размеры. Значит, доля оси X, вот этот горизонтальный размер задаем в начале. Привязку к точечкам ловим прямоугольника. Итак, по горизонтали размер у нас будет 150. Можно отобразить степени свободы. Вот мы видим, что сейчас настолько вертикальные остались. Горизонтальные мы убрали горизонтальным размером. И теперь вертикальный размер устанавливаем. И величина этого размера пускай будет 90. Вот такая небольшая коробочка в плане. Завершаем команды для образмеривания. Эскиз полностью готов, полностью определен. Выходим из этого эскиза. Теперь задаем выдавливание. Для того, чтобы получить высоту нашей коробочки. Итак, в твердотельном моделировании находим элемент выдавливания. Эскиз у нас выделен. Эскиз 1 в прямоугольничком. Итак, по умолчанию идет выдавливание на какую-то высоту, например, 10. Увеличиваем эту высоту до 100. И выполняем выдавливание. Вот такая заготовка коробочки получается. Завершаем команду выдавливания. Теперь нам нужно попытаться организовать как-то секущую поверхность, секущую плоскость. В данном случае это будет не просто плоскость, а секущая поверхность. Вот такой примерно обрис этой поверхности будет. Ну и виды на проекциях этого сечения у нас. Как мы будем его задавать? Мы зададим, наверное, 4 точки на ребрах нашего параллелепипеда. А потом через эти точки, которые будут на вертикальных ребрах находиться, мы проведем вот эту поверхность. Итак, создаем точки в твердотельном моделировании. Находим команду точка в элементах каркаса. Базовая команда точка по координатам. Но мы будем задавать точку переносом. Выбираем этот метод. Точка переносом. И первую точку задаем базовую в начале. Оформленную точку в основании коробочки. И направляющий объект. Это вертикальное ребро. Кликнули по ребру. А теперь нужно указать расстояние на этом ребре. Где-то кликом предварительно указываем это расстояние. Сейчас оно равно 62. Устанавливаем его равным 15. Применяем команду. Вот у нас первая точка получилась. Опорная для будущей поверхности среза. Следующая вершина. Команду мы не завершаем. Точка переносом. Так. Указали базовую точку. Направляющий объект. Вертикальное ребро. И на этом ребре указываем точку. Уточняем высоту расположения этой точки. Например, 80 миллиметров. Щелчком по полю наименования. Просматриваем предварительно. Где будет точка располагаться. Нас это устраивает. Применяем команду. Две точки у нас готовы. Вот они. Следующая точка. На следующем ребре. Опорную точку в основании выбираем. Направляющий объект. И далее расстояние. Расстояние указываем равным 45 миллиметров. Предварительно просматриваем, где эта точка находится. Чуть ниже предыдущей. Применяем команду. И следующую точку создаем на четвертом ребре. Опорная точка в основании. Направляющий объект. Ребро. На нем где-то предварительно указываем точку. И уточняем расстояние. Например 65 миллиметров. Применяем команду. Вот у нас получились 4 опорные точки. Через эти 4 опорные точки. Мы сможем провести секущую поверхность. Предварительно давайте выполним у коробочки. Вот эти скругления. Итак, берем команду скругления. На вертикальных ребрах. Радиус этого скругления берем, задаем 15 миллиметров. И указываем ребрышки. Первая вертикальная ребрышка. Вторая. Третья. И четвертая. Применяем команду. Завершаем ее. В структуре у нас скругление появилось. По поводу точек, которые мы предварительно создали. Сейчас может сложиться такое впечатление, что эти точечки где-то висят в воздухе. Потеряли мы над ними контроль. Давайте проверим, что происходит с этими точками. Например, первую точку возьмем правой кнопочкой. Контекстное меню вызываем. Редактировать. Эту первую точку. Мы видим, что все нормально. Точки привязаны к исходным ребрам, поскольку скругление было выполнено позже. Задание точек. Все в этом плане у нас нормально. Все контролируется. Теперь следующее, что мы сделаем. Поскольку у нас коробочка без верха, но тем не менее с внутренним объемом каким-то для ценного содержимого, то надо сделать коробочку пустотелой. Берем команду оболочка. Оболочку мы будем делать без верха. Удаляем верхнюю врань нашего объекта. И толщину стеночек указываем довольно существенно, относительно 10 миллиметров. Где-то в окошке параметров оболочки щелкаем. Самый безболезненный путь на поле наименования, чтобы посмотреть макет выполнения команды. Предварительно нормальный результат. Применяем команду и закрываем окошечко. Вот такая у нас получается предварительно коробочка. Для того, чтобы нам в дальнейшем было удобно контролировать форму, диаметрии нашей, давайте попробуем создать предварительно сечение, служебное сечение нашей коробочки. Вообще, для того, чтобы в Компас работать с сечениями служебными, нужно использовать меню вид. Вид и группу команд режим сечения. Для отображения сечения одна команда и для создания, редактирования сечений вторая команда. Я себе немножко тут упростил ситуацию в среде Компас. И добавил эти команды на вкладочку «Твердотельное моделирование» в свою собственную группу. Вообще говоря, я небольшой любитель как-то очень сильно кастомизировать, настраивать среду разработки. В данном случае Компас. Но здесь как бы захотелось все-таки эти команды вынести себе поближе куда-то. В новых версиях, а мы сейчас смотрим версию 22, говорят, ну и по-моему, насколько я так примерно помню, во время тестовой эксплуатации 23-й версии, вот эти команды вынесены в панель быстрого доступа. Ну, я вытащил их вот сюда, в панельку. Итак, как настраивать в общем случае это дело? В правую кнопочку жмем на свободном поле ленты, настройка интерфейса. Настройки интерфейс, компас, что настраивать. Итак, вот в этой области, в этой области мы выбираем команды. Соответственно, в ленте на нужной нам вкладке мы можем создать группу команд. Еще по плюсику, например. Теперь по поводу списка команд. Либо можно выбрать какую-то категорию, либо все команды, например. И среди этих всех команд можно выбрать нужную нам. Например, отображение сечения модели. Мы эту команду убираем. Из нашей пользовательской панельки. И находим эту команду в списке команд. Используем меню список. Отображение сечений. И вот эту команду, когда мы ее нашли, мы ее перетаскиваем в ту группу, которую мы, например, подготовили на ленте. Так-то мы не ту команду перетащили. А нам нужно вот эту команду. Отображение сечений перетащить. Перетащили команду. И далее применяем настройки ленты. Теперь, соответственно, команды управления сечениями. В управлении сечениями создаем новое сечение. Пускай это будет сечение плоскостью. Выбираем плоскость. Пусть это будет YZ. Секущая плоскость. Можно сменить направление сечения. Применяем эту настройку. Вот у нас получилось сечение служебное. Теперь, как можно скрывать или отображать настроенное сечение. В нашей настроенной группе команд есть переключатель отображать сечение. Сейчас он активен. Отключаем это состояние. Модель теперь в нерассеченной форме. Теперь нам достаточно будет нажать на кнопочку отображать или скрывать сечение. Мы, соответственно, будем наблюдать, что происходит внутри нашей модели. Итак, теперь, поскольку у нас уже многие вещи подготовлены и есть точки ключевые, то по этим точкам уже можно попробовать построить секущую поверхность. Но предварительно нам нужно создать для этой поверхности сетку из отрезков. Переходим в группу команд, точнее, во вкладку команд каркас и поверхности. Выбираем команду отрезок по координатам. И формируем отрезки нашей будущей, образующей будущую поверхность, секущую. Первый отрезочек. Следующий отрезочек. Соединяем аккуратно те точки, которые мы подготовили предварительно. Третий отрезок. И четвертый. Завершаем команду. Итак, вот у нас получились четыре отрезка. И вот эти четыре отрезка сейчас мы попробуем соединить поверхностью. Поверхностью по сети кривых. Во вкладке каркас и поверхности выбираем поверхность по сети кривых. И указываем отрезочки. По направлению U. Условно к продольному. И по направлению V. Условно к поперечному. Указали отрезочки. Ничего дополнительного мы настраивать не будем здесь. Применяем команду. Завершаем ее. Вот такая у нас получилась секущая поверхность. Сохраняем наш файл. Сохраняем проект. Теперь попробуем реализовать сечение нашей модели с секущей поверхностью. Так, переходим в твердотельное моделирование. Команда сечения. Сечение в группе элементы. Тело. Сечение. Выбираем секущий объект. Это поверхность. Ну и тело. Тело у нас, собственно, здесь одно. Но, тем не менее, переключаемся на выбор тел. Указываем конкретно тело, которое нам требуется растекать. И направление отсечения вниз. Ну, мы уберем верхнюю часть нашей коробочки пока. Поэтому изменяем направление на отсечении вверх. Сразу же оговоримся, что то, что мы сейчас будем делать, а именно вот это отсечение, это пробный вариант реализации действий, поэтому, в принципе, мы будем это все выполнять, но потом немножко вернемся и будем делать несколько по-другому. То, что у нас запланировано. Итак, сечение мы выполнили. Поверхность по сети. Поверхность по сети кривых можно спрыть. То есть вот такое у нас получилось прихотливое сечение нашей коробочки. Ориентируемся на изображение наше. Ссылочное. Вот примерно вот такой срез получается у нас достаточно интересный. Теперь, по идее, что нам нужно сделать? Для реализации вот этого самого замочка, вот этого крючка, если мы нижнюю часть рассматриваем, коробочки, напрашивается здесь изобразить контур, где-то стоящий на вот этом срезе, изобразить контур крючка, а потом этот контур крючка пропустить, прогнать, продвинуть по траектории вот какого-то вот этого контура, либо внутреннего, либо внешнего. И таким образом получить тот результат, который нам нужен. Давайте попробуем это проделать. Итак, предварительно, где мы будем изображать этот контур крючка? Скорее всего, на вот этой розовой плоскости. Эта плоскость YZ модели. Но нам потребуется еще какая-то привязка геометрии. Поэтому давайте попробуем сделать, наверное, сечение, кривую пересечения между вот этой плоскостью YZ и поверхностью, которая у нас получилась на срезе. Переходим в каркасы поверхности, находим команду кривая пересечения и указываем, соответственно, плоскость YZ. И в качестве второго набора вот эту плоскость, поверхность, не плоскость, а поверхность сложную достаточно, которая получилась на срезе. У нас два контура пересечения. Оставим один из них. Допустим, вот этот ближний к нам. Оставим контур. Применим команду. Завершим команду. Вот такой вот контур получился пересечения. И вот, базируясь на этом контуре, мы сейчас попробуем крючочек изобразить. Ключочек мы будем изображать на плоскости YZ, как уже было сказано. Создаем эскиз. Итак, точка наблюдения поворачивается параллельно эскизу. Переключимся, наверное, на режим каркаса, так, чтобы нам лучше было видно кривую пересечения. Эту кривую мы спроецируем в наш эскиз, так, чтобы у нас была база у этого эскиза. Завершаем команду проецирования, выделяем проекцию. И в всплывающем меню тип этой линии проекции ставим на вспомогательный. Вот такой вот элемент. А теперь, собственно, крючочек изображаем в эскизе. Отрезок. Создаем отрезок. Вершину этого отрезка сразу же привязываем, припаиваем к проекции. Отрезочек вертикальный у нас будет. Высота этого отрезка у нас свобода есть. Высоту этого отрезка сразу же нормируем. Размером. Вертикальным размером. Высота, пускай, будет у нас 15 для определенности. Размер задан. Отрезок полностью определен. Следующий элемент дуга. Дугу будем строить методом по трем точкам. Выбираем три точки. Указываем три точки. Завершаем построение дуги. В середину дуги, если ее не видно, то можно включить, отключить степени свободы. Точнее, их надо включить обязательно, так, чтобы видеть, что центр дуги у нас имеет две степени свободы. И нам надо этот центр поставить на одну вертикаль с первой вершиной дуги. Применяем ограничение выравнивания. Указываем центр дуги, точку на дуге и направление по вертикали. Вот таким образом мы выравнили центр по вертикали с одной из вершин. Завершаем эту команду. И теперь, соответственно, задаем размеры дуги. Радиус, радиальный размер дуги. Пускай будет 6 миллиметров. Применяем команду. Итак, одна степень свободы у нас ушла. И теперь, соответственно, одна степень свободы у дуги осталась. Это вершина. Вторая вершина дуги. Вот этот элемент свободы. Мы этот элемент свободы устраним посредством размеров. Посредством размеров. И установим размер линейный. Escape. Завершаем команду. Если у нас выделено что-то не то для размера, то, что нужно, на свободном месте щелкнем. Берем размер линейный. Вершина дуги. Выделяем вершину. И точку на вертикали. Размер не параллельный точкам, а горизонтальный. Указываем. И величина этого размера, пускай будет 4 миллиметра. Вот таким образом мы устраняем свободу дуги. И теперь остается нам добавить небольшой вертикальный от конца дуги. Берем отрезок от точки на дуге вниз по вертикали. Какая-то свобода у этого отрезочка. Устраняем ее размером. Берем точки на отрезке. И устанавливаем вертикальный размер параллельный точкам, указанным 15 миллиметров. Завершаем команды. Завершаем эскиз. В результате вот такой вот у нас получился контур. И вот этот контур мы попытаемся сейчас пустить по траектории сечения. Возвращаем тонированный режим с ребрами. Вот такой вот режим. Команда, которую мы собираемся применять в группе поверхности выдавливания это команда по траектории. Поверхность по траектории. Если мы укажем объекты, а именно сечение эскизное, вот этот ключочек наш, и попытаемся указывать траекторию, например, сечения, мы увидим, скорее всего, сообщение системы. Итак, начало траектории должно лежать в плоскости сечения. То есть, та траектория, которую мы пытаемся указать, она в середине содержит наш элемент. Поскольку вот такая у нас получается проблема небольшая, попробуем ее обойти, игнорируя вот эти предупреждения системы. Итак, значит, что мы делаем? Первое, мы создаем контур, контур, команда каркаси поверхности, выбираем ту направляющую, которую мы пытались использовать, применяем команду, создаем контур таким образом, вот этот контур у нас, и теперь этот контур нам нужно разбить пополам, то есть, именно в серединке этого контура находится сечение, так, чтобы у нас это сечение располагалось в одной из начальных точек будущего контура. Итак, усекаем кривую, команду сечения кривой, и в качестве этой команды выбираем в структуре модели тот контур, который мы только что создали, из ребрышка пересечения. Итак, кривую мы указали, теперь секущий объект это точка на середине этого контура. Можно здесь оставшийся кусочек от этого разбиения выбрать, выберем, например, вот этот кусочек, тот, который слева находится, применяем команду, а теперь сформируем контур, уже начиная от вот этого небольшого фрагмента. Итак, берем команду контур, ручной вариант формирования контура и указываем объекты. Первый фрагмент, второй, третий, четвертый и пятый. Пока достаточно для наших экспериментов вот этого фрагмента. Применяем команду, завершаем ее. Итак, у нас есть эскиз крючочка вот этого, и есть контур, который мы только что сформировали. Теперь все-таки попробуем применить команду поверхность по траектории. Поверхность выдавливания, поверхность по траектории команда. Итак, в качестве сечения выбираем наш эскиз, а в качестве траектории пробуем указать контур. Вот такой вот контур. Итак, прототип выполнения команды вот сейчас на экране. Завершаем команду. Итак, поверхность по траектории, поверхность по траектории, поверхность по траектории у нас самопересекается. То, что у нас есть тут определенные проблемы, это что называется видно невооруженным глазом. Итак, посмотрим теперь более детально на программу, на команду поверхность по траектории, которую мы попытались применить. Открываем двойным кликом эту команду на редактирование или используя контекстное меню редактировать. Итак, что мы видим здесь? Мы видим, что мы использовали вариант сохранять угол наклона, угол наклона сечения относительно траектории, то есть система пытается сформировать поверхность, сохраняя вот примерно вот этот вот угол между каждым сечением новой поверхности и траектории. Понятно, что в областях вот этих скруглений у нас возникают в этой связи достаточно сложные геометрические переходы, которые приводят к коллизии. Можно, правда, переключить на согласование с нормалью к поверхности вот такой флажок поставить и попробовать применить команду повторно. Посмотреть, что у нас получится. Вариант, конечно, немножко лучше, то есть у нас нет здесь каких-то задиров, узлов, самопересечений. Система не выдает нам никаких критических сообщений в этой ситуации, но тем не менее мы имеем проблему. проблему в каком плане? В том плане, что если мы попытаемся как-то гипотетически крышечку на эту коробочку поставить, то у нас вряд ли что-то хорошее получится. То есть вот здесь у нас практически нет места под крышечку. Вот здесь также проблемы. Внутрь коробочки здесь заходит у нас контур поверхности крючка. Если посмотреть на вид сбоку, мы видим, что у нас заваливается вот этот крючочек. его поверхность относительно стыка. По идее вот здесь вот стеночки должны быть вертикальными. Об этом кстати Евгений Соловьев заявлял, указывал на это, на такую сложность при формировании модели. И здесь также у нас поверхности очевидно не параллельны между собой крючочкой и внутренности коробки. То есть мы имеем вот такую достаточно сложную ситуацию. Попробуем повторить редактирование поверхности. Поверхность редактируем. Другой вариант параллельно самому себе. Параллельно самому себе. Имеется контур должен по траектории двигаться параллельно самому себе. Вот такой вариант. Визуально он кажется лучше. Попробуем его применить. Итак сообщение о самопересечении. Смотрим что у нас здесь есть. Да действительно вариант достаточно тривиальный по факту. То есть наш крючочек вот это двигается не меняясь не меняя ориентации в пространстве вдоль кривой. Соответственно там где траектория параллельно исходной плоскости эскиза там у нас этот контур переходит просто в плоскость. Там идут самопересечения. Ну и с другой стороны мы видим что наш крючочек собственно абсолютно не в нужную сторону стал ориентироваться не наружу к крышечке а внутрь к емкости коробки. То есть этот вариант нам также не подходит. Попробуем третий вариант который имеется на стойках поверхности по траектории. и так третий вариант вносит название ортогонально к траектории. И так когда мы этот вариант используем мы видим что наш эскизный контур повернуться перпендикулярно поверхности на которой он находится. Это вроде бы как нормально красиво но в углах мы также видим вот такие какие-то загибы загибы если мы поставим согласование по нормалям ситуация немножко нормализуется применяем команду и видим результат достаточно аккуратный но тем не менее тем не менее опять же у нас заваливается контур крючочка и если мы посмотрим угол например вот это то здесь крышку одеть нам будет вертикально проблематично никакого пространства для крышки здесь нет вот здесь по сути нет никакого зазора под крышечку и соответственно мы видим заваливание контура относительно стенок коробочки то есть крючочек у нас не заподлицо своей поверхностью идет с поверхностью внутренней коробочки таким образом получается что тривиальный путь использования команды поверхности по траектории нас к успеху не приводит по крайней мере мы оставим этот вариант для размышлений так чтобы пользователи зрители смогли сами поэкспериментировать с этой командой сохраним этот вариант в папочке нашего проекта пусть он находится в этой папочке вот этот файл мы его скопируем сейчас создаем копию вставляем эту копию в папочку проекта называем копию коробочка 2 и вот этот файл коробочка 2 открываем на редактирование итак файл открыт сразу же в свойствах давайте для порядка все-таки наименование этой модели изменим не коробочка 1 а коробочка 2 должна быть у нас сохраняем наименование и сохраняем файл нашей копии давайте сейчас немножко вернем историю назад берем маркер истории и перегоняем его вверх после момент создания поверхности пусти кривых вот этой секущей поверхности которая была скрыта нами открываем эту поверхность и весь путь последующий мы удаляем из нашего файла это копия подчеркиваю и так контекстное меню вызываем и удаляем все объекты под указателем конца истории теперь давайте попробуем разобраться с тем как нам реализовать замочек замочек сохраняем наш файл тот замочек который у нас планируется между частью крышкой коробки и основания и так вот это область замочка вот это врезочка а увеличенный фрагмент а состоит из двух зубчиков один цепляется за другой значит один зубчик у нас подсоединен к основанию а другой зубчик является частью крышки попытаемся реализовать эти зубчики таким образом что если рассматривать сечение по этому крепежу по этому узлу то зубчики у нас будут состоять из системы четырех тел раз два три и четыре вот эти четыре тела вместе образуют составленные вместе образуют как бы исходную форму нашей коробочки но если мы эти четыре тела с вами получим как отдельные элементы то из этих отдельных тел мы можем составить части наших крючочков из двух левых мы составим форму крючочка который к верхней части коробочки подсоединяется а из двух тел которые справа по схеме находятся мы можем составить крючочек который будет подсоединяться к основанию коробочки ну и затем когда эти ключевые тела будут получены можно будет уже как-то поработать здесь и со скруглениями для того чтобы реализовать а точнее нарезать из нашей исходной коробочки вот эти четыре вспомогательных тела нам понадобятся секущие элементы секущие элементы условно горизонтальные вот эти элементы и секущие элементы вертикальные вот такие вот элементы часть из этих элементов у нас уже есть это боковые стеночки коробки еще один секущий элемент у нас уже практически готов это секущая плоскость которую мы создали уже в программе компас вот это секущая плоскость но если рассматривать горизонтальные сечения для наших служебных элементов будущих то нам понадобится еще элемент выше секущей плоскости и элемент ниже от центральной секущей плоскости вот этими элементами давайте сейчас займемся итак переходим в компас и первое что мы сделаем первое что мы сделаем мы немножко усложним форму нашей коробочки итак берем элемент выдавливания наш элемент выдавливания в контекстном меню выбираем команду редактировать и попробуем сделать форму этой коробочки немножко расширяющейся к верхней части за счет угла конусности создадим его например 10 то есть вот такую форму воронки придадим нашей коробочке немножко усложним ее итак как мы видим после этой манипуляции у нас точки немножко изменили свое положение точки по которым текущая поверхность строится посмотрим как что происходит у нас с этими точками более детально например возьмем точку 1 двойным кликом запустим ее на редактирование мы видим что в связи с тем что коробочка у нас теперь имеет наклонные ребра отсчет длины и позиции точек наших идет вдоль этих наклонных ребер это хорошо и это нормально теперь что касается вспомогательных секущих поверхностей из которых мы будем формировать область крючка вот эту собственно область горизонтальные поверхности которые нам понадобятся то есть нам от исходной поверхности нужно какую-то поверхность подобную сделать выше и какую-то ниже итак как мы это будем делать итак выбираем команду команду для создания копии поверхности переходим в каркас поверхности и находим команду эквидистанта эквидистанта поверхности вот такая команда указываем поверхность которую мы собираемся сделать эквидистантные это поверхность скупnai кривых структуры нашей модели Включаем структуру и выделяем этот элемент. По умолчанию система предлагает создать копию выше на расстоянии 3. Мы изменим это расстояние на 4. Вот такая вот эквидистантная поверхность у нас будет. Применяем эту команду. Завершаем окно работы с этой командой. Итак, вот у нас появилась эквидистантная поверхность. Достаточно хорошая поверхность. Единственное, мы видим, что она, ввиду того, что у нас коробочка расширяется к верхней части, эквидистантная поверхность не пересекает тело коробочки. Поэтому нам желательно эту поверхность эквидистантную расширить. Выделяем эту поверхность, челкнув по ее внутренней части. И находим команду во вкладке каркасы поверхности, в группе поверхности, находим команду, которая называется продление, продление поверхности. Итак, эта команда позволит нам границы нашей поверхности немножко вынести за пределы нашей модели. И расширим ее на 20 мм с каждой стороны, с каждого ребра. То есть вот так примерно, вот так мы расширим на 20 мм нашу поверхность. Применяем эту команду, применяем эту настройку, завершаем команду. Итак, вот это получившаяся поверхность. Давайте перейдем в структурное представление нашей модели. Итак, поверхности нас интересуют. Итак, поверхность. Вот это поверхность, копия. Поверхность, копия. Давайте ее переименуем. Значит, команда F2. И здесь добавим суффикс V. Что это поверхность верхняя. Для получения верхней части коробочки. Попробуем такое имя дать этому элементу. И теперь создадим еще одну поверхность. Эквидистантную исходной. Выбираем команду экквидистанта поверхности. В качестве исходного элемента выбираем исходную поверхность. Ну и теперь уже направление у нас будет вниз. Расстояние будет 4. Точно такое же расстояние. Применяем команду. Можно изменять направление с помощью этой стрелочки. Завершаем команду. Вот такая у нас получилась поверхность. Также на всякий случай ее можно расширить. Выделили поверхность эту. И команда у нас в группе поверхности продлить поверхность. Поверхность мы будем продлевать. Итак, кромки надо указать нашей поверхности. Указываем поверхность. И расширяем поверхность на те же самые, пускай 20 мм. Применяем команду. Завершаем ее. Итак, у нас получилась еще одна поверхность. Также с помощью F2 команды называем эту поверхность. Даем индекс, даем суффикс точнее N. Что это будет поверхность для получения нижней части нашей коробочки. Вот такие у нас получились вспомогательные поверхности. А теперь давайте нашу коробочку рассечем с помощью этих поверхностей на части. Итак, по схемке нашей верхней вспомогательной поверхностью мы отсечем поверхность выше узла соединения. То есть вот эту верхнюю часть получим. А с помощью нижней отсечем, соответственно, основание коробочки. Итак, находим команду в твердотельном моделировании разрез. Разрез нашей модели. Указываем секущий объект. Итак, секущий объект. Переключаемся на структурное представление. Поверхность верхняя. В качестве объекта для применения этой команды. Вся наша модель выступает твердотельная. Применяем команду. Оставляем все тела. Результат разреза. Завершаем команду. Скрываем поверхность верхнюю. Итак, мы видим образовался шов. Но это не просто шов. Это граница уже разделения тел. Раскрываем в структуре модели группу тел. У нас есть теперь два тела. Итак, нижняя и верхняя часть. Вот это тело верхнее. Давайте сразу же его переименуем. Используем, опять же, кнопку F2. И суффикс дадим V. Но только давайте большую V за главную дадим. То это главная часть верхняя. Если мы скроем эту верхнюю часть, вот мы видим остаток от сечения. Итак, теперь с помощью нижней поверхности, эквидистантной. Которая у нас называется поверхность 4N. Вот эта поверхность нижняя. Мы отсечем нижнюю часть, точнее, рассечем нижнюю часть и область узла нашей коробочки. Итак, команда все та же. У нас разрез. В твердотельном моделировании. В качестве секущего объекта поверхность эквидистантная. В качестве объекта для рассечения система абсолютно справедливо выбрала нижнюю часть коробочки. Применяем действия команды. Оставляем все тела результирующие после выполнения команды. Завершаем команду. Итак, поверхность разреза низ, эквидистантную, убираем. Видим границу разреза. Теперь смотрим тела. Итак, у нас есть тело нижней части коробочки. Есть тело отдельное области узла. Области стыка между верхней и нижней частью. И давайте сразу же нижнюю часть переименуем. С помощью F2 дадим суффикс N. N за главное. Это будет нижняя часть. Главный элемент этой нижней части. И теперь, возвращаясь к нашей схеме, мы получили вот эти два разреза. И теперь нам нужно рассечь область узла по горизонтали условно на две части. Вот это сечение получить. Для этого мы используем нашу поверхность. Исходную поверхность. Команда разрез. Разрезать. В качестве объекта, секущего объекта, поверхность оставшаяся, исходная наша. Область применения это то тело, которое у нас в серединке находится. Другие не задействуются здесь. На всякий случай можно контролировать выполнение команды, переключиться на выбор тел, выбрать тела и указать тело. В данном случае тело 5. Вот это единственное оставшееся тело, не рассеченное. Применяем команду. Оставляем все тела в результате. Завершаем команду. Итак, можно скрыть поверхность. Можно, пожалуй, даже скрыть отрезки, по которым эта поверхность строилась. Это группа кривые точки. И мы видим линию разреза. Итак, у нас есть условно нижняя часть узла, вот это тело. И верхняя часть узла. Можно скрыть, например, верхнее тело, верха. И попробовать поскрывать. Значит, это у нас нижняя часть узла. А вот это верхняя часть. Скрыто. А нижняя осталась. Вот такие элементы. На такие элементы мы сейчас с вами разбили нашу модель. Сохраняем наш проект. Теперь нам нужно заняться поперечным разбиением области узла. Области стыка между верхней частью коробочки и нижней. По нашей схеме нам нужно получить вот эти сечения. Вот эти два сечения. Так, чтобы колечки, которые у нас получились, вот эти два колечка, верхнее и нижнее, разбить каждое из них на две части. Вот этим, собственно, сейчас мы попытаемся заняться. Для этого давайте скроем верхнее тело, наверное. И скроем то тело, которое у нас в области узла сверху находится. Вот это тело. То есть сейчас у нас активным является состояние нашей коробочки как раз по поверхности исходного сечения. Вот эта поверхность у нас является поверхностью, скажем так, середины сечения. И по этой поверхности, по идее, мы должны сформировать контуры, от которых мы будем отступать, делая поперечные разрезы. Для того, чтобы создать этот контур, от которого мы будем делать эти отступы, давайте вначале создадим эскиз. Эскиз на плоскости основания. Эта плоскость у нас XY в модели. Создаем эскиз на этой самой плоскости. На плоскости основания. И в эту плоскость, давайте в эту плоскость, в эскизную, спроецируем контуры. Спроецируем наружную кромочку разреза. Итак, выполняем проецирование кромок, выделяя последовательно все части контура наружного по сечению. Вот такое мы получили сечение по тому контуру, который находится по середине сечения, между основанием коробочки и крышкой. По нашей схеме этот контур соответствует вот этой граничке. Вот этой внешней граничке, которую мы спроецировали. Теперь вот этой граничке нам надо построить отступ. Отступ. Вначале для верхней части, для верхнего разреза на меньшее расстояние. Выходим из эскиза. который мы получили проецированием контура разреза. Итак, вот такой у нас контур. Точнее, эскиз. Пока еще это эскиз. Переключаемся на историю создания нашей модели. Вот этот эскиз, который мы получили. По этому эскизу, выделяем эскиз этот, мы создаем исходный контур. Можно в трудотельном моделировании в элементах каркаса создать контур по этому выделенному эскизу. Принимаем команду. Итак, вот у нас получился контур. От этого контура делаем отступ. Отступ. Отступ делается командой эквидистанта в каркасе и поверхностях. Находим команду эквидистанта кривой в группе каркас и указываем кривую, относительно которой нужно делать отступ. В структурном представлении можно, например, найти кривую, которая соответствует контуру, которую мы только что получили. Отступ от этого контура мы делаем на расстоянии 3 миллиметра. Применяем команду. Завершаем ее. Вот такой вот у нас получился вспомогательный контур. Вот этот контур по нашей схеме будет соответствовать рассечению области стыка по вертикали для верхней части нашего узла. вот для этого колечка, которое мы получили, тело колечка, криволинейное колечко. Вот эту секущую линию, точнее основание этой линии мы получили, а теперь нужно получить поверхность по этой линии, по этому контуру. Итак, выделяем этот контур и в командах каркаса и поверхности используем поверхность выдавливания. для этой команды нужно нам также помимо сечения оно у нас уже выбрано указать направляющий объект. Направляющий объект у нас это вертикальная ось модели ось Z находим в структуре модели ось Z указываем эту ось в качестве направления и теперь вертикальное расстояние для этой поверхности создаем с запасом это расстояние так, чтобы наша поверхность гарантированно пересекала нашу модель но можно здесь указать 150 у нас высота коробочки 100 было но мы даже с запасом сделаем вот это расстояние то есть вот такая у нас достаточно высокая будет поверхность пусть 150 миллиметров применяем команду завершаем ее вот такая поверхность теперь нам нужно дать имя этой поверхности поскольку эта поверхность у нас будет рассекать верхнее колечко вот эту часть то имя этой поверхности должно иметь суффикс V вверх переходим в структуру нашей модели и находим поверхности поверхности итак поверхность 5 получается у нас вот эта поверхность с помощью F2 добавляем суффикс маленькую строчную букву V верх поверхность верха рассечения и теперь аналогичным образом нам нужно как-то построить поверхность для рассечения нижней части области стыка на большем расстоянии от внешней границы ту которую мы с вами проекцию получили внешнюю границу от нее надо снимать с большим отступом как первый вариант сделать еще один можно скрыть пожалуй ту поверхность которую мы только что получили поверхность верха пятую скрываем эту поверхность чтобы она нам не мешала возвращаемся в историю нашей модели выделяем контур исходный и от него эквидистанту в каркасе и поверхностях создаем расстояние при этом указываем смещение 5 предыдущее у нас расстояние было 3 создаем эту эквидистанту вот у нас еще одна эквидистанта получилась предыдущая у нас скрыта сейчас вот она и по этой эквидистанте нам также нужно создать поверхность вертикальную которая рассечет у нас верхнее колечко вот это криволинейное колечко для верхней части нашего узла берем поверхность выдавливания указываем сечение это эквидистанта вторая у нас направляющий объект указываем также это будет ось Z модели и расстояние укажем например 180 миллиметров то есть поверхность у нас будет еще одна немножко выше предыдущей завершаем команду вот такая поверхность получилась переходим структуру модели полученная поверхность у нас предназначена для рассечения нижнего колечка из области стыка вот этого криволинейного колечка его нижней части поэтому назовем эту поверхность поверхность шестая с суффиксом n нижняя итак теперь отобразим верхнюю нижнюю наши служебные поверхности вот эти служебные поверхности а теперь разбираемся с телами итак нижнее тело нам видимым сейчас пока что не нужно главная часть и сейчас у нас видимым является верхнее колечко итак смотрим у нас два есть тела тело 6 и тело 7 вот низ нашей коробочки тело 6 внизу находится тело 7 вверху итак разбираемся вначале с телом которое например вверху находится это тело 7 тело 6 пока скрываем итак и теперь это тело верхнее тело верхнее нужно рассечь поверхностью верха вот поверхность верха и вот у нас тело которое нужно рассечь итак вызываем команду разрез твердотельном моделировании разрез выполняем поверхностью верха а тело будем рассекать тело 7 тело верха оставляем все его компоненты все элементы принимаем команду завершаем ее и скрываем поверхность верха поверхность верха скрыта и мы видим что наше тело рассечено на 2 тело 7 на одну часть и вторую часть сразу же можно разобраться какая часть отвечает за что какая часть будет подсоединяться к верхней части коробочки какая к нижней и так верхней части верхняя часть наружный элемент подсоединяется к верху находим наружный элемент вот у нас наружный элемент он подсоединяется к верху с помощью F2 добавляем суффикс V V а внутренняя часть будет подсоединяться к низу нашей модели в дну коробочки F2 и суффикс N и так мы с вами разобрались немножко с верхним элементом разбили его на два тела теперь с нижним элементом нужно так же проделать сходные манипуляции и так будем разбивать его поверхностью 6 низа вот этой поверхностью а тело для разбиения у нас скрыто тело 6 скрываем созданные два тела и открываем колечко для нижней части стыка применяем команду разреза твердотельного в качестве секущего объекта выбираем поверхность а в качестве тела рассечения единственное тело которое у нас видимо тело 6 применяем команду оставляем все элементы этой команды и завершаем команду в результате у нас получаются два тела дополнительных скрываем поверхность разбиения и смотрим теперь какая часть из двух тел будет подсоединяться к верхней части коробочки а какая к нижней и так в нижней части внешняя внешний элемент подсоединяется к верхней части и добавляем суффикс в верхней части он будет подсоединяться а тело внутреннее с помощью f2 будет подключаться к нижней части таким образом мы получили систему из тех тел которые у нас были задуманы сейчас если мы включим отображение сечения модели отобразим все тела мы видим весь полный набор тел которые нам необходим итак по схеме нашей коробочки мы должны соединить три тела чтобы образовать нижнюю часть коробочки основание с крючком и соответственно мы должны соединить верхнюю часть с ответной частью крючка сохраняем наш проект используем для создания объединенных тел булевую операцию итак вызываем команду в твердотельном моделировании и указываем объекты нужные нам для объединения итак в начале верхняя часть булевая операция объединения базовый объект верхняя часть с прописным суффиксом в и далее элементы которые у нас должны образовывать ключочек сверху суффиксами в первое тело точнее второе и третье выбрали элементы применяем команду контролируем результат по нашему сечению по отображению сечения нашей модели действительно сейчас собрано верхнее тело и теперь собираем нижнее тело также булевой операцией указываем элементы в структуре модели объединение булева нижняя часть базовое тело и тела образующий крючок стык применяем команду завершаем ее итак у нас два тела верхняя часть коробочки и нижняя часть коробочки скроем например верхнюю часть контролируем форму вот примерно такой будет зажим замок между основанием и крышкой можно выполнить попробовать скругление на этой части модели на нижней выполняем скругление по наружным кромочкам радиус небольшой устанавливаем 0,4 миллиметра по касательным ребрам переключатель у нас включен и включаем наружные ребра нашей модели применяем команду это мы работаем с нижней частью коробочки вот такой у нас получился результат скругления и теперь в соответствии с нашей схемой нужно скруглить и область замочка вот этот крючочек непосредственно здесь радиус можно немножко увеличить 1,2 и указываем объекты ребро крючочка также также с касательностью по ребрам применяем команду завершаем ее вот такой у нас получился крючочек скругленный теперь отображаем верхнее тело крышечку условно коробки скрываем нижнюю часть и также поработаем немножко со скруглениями для верхней части коробочки и так команда скругления и так радиус 0,4 миллиметра для наружных элементов по касательным ребрам опять же применяем команду и для области крючочка здесь радиус побольше делаем 1,2 миллиметра и указываем ребра для скругления применяем команду завершаем команду вот такая вот форма стыка получается у нас форма зажима форма замка с вертикальными стеночками относительно оси з нашей конструкции отображаем нижнее тело сохраняем нашу модель скрываем отображение сечений теперь можно попробовать поконтролировать физическое пересечение наших тел включаем режим диагностики проверка коллизий и выбираем объекты тело верха тело низа модели выполняем проверку пересечения не обнаружены это хорошо сохраняем проверку структуре модели завершаем команду элемент диагностики проверки коллизий теперь находится в структуре нашей модели вот наша проверка теперь можно попробовать провести с нашей моделью небольшой эксперимент возвращаемся к истории модели к тем точкам по которым мы выполняли построение секущей поверхности и находим например третью точку открываем ее на редактирование и указываем меньшую высоту смещения то есть делаем более изогнутую форму сечения высота этой точки будет не 45 а например 20 мм применяем команду итак модель переструяна отображаем сечение можно попробовать управлять сечением редактируем сечение по глубине модели обращаем внимание на форму стыка можно можно также попробовать включить режим сечения с поворотом включим режим поворота плоскость пускай у нас будет YZ а ось для поворота ось для поворота у нас будет Z теперь попробуем повращать элемент сечения обращаем внимание особое на угловые участки при переходе на основную модель на ровные участки так примерно ровные относительно ровные относительно нормально у нас все в модели завершаем сечение не сохраняя его изменений сохраняем модель можно попробовать провести повторную диагностику после изменения формы сечения коробочки открываем проверку коллизий и выполняем эту проверку пересечения не найдены также закрываем окно проверки модель у нас уже сохранена еще раз напоминаю что все результаты нашего проектирования находятся в ссылочке под видео схема по которой мы работали и еще раз скажу что те варианты действий которые мы выполняли могут служить информацией к размышлению и пользователи могут попробовать найти свой метод для решения вот этой на первый взгляд тривиальной задачи спасибо за внимание и обязательно работайте в САПР о в м и Продолжение следует...